Институт радиобиологии был заснован в Гомеле одразу после катастрофы на ЧАЭС. В первые годы работы специалисты института зарабили прогноз радиоактивного забружения территории Беларуси и провели оценку поводенного радионуклида в хлебе, воде, поветре и в живых организмах. Выники доследования были покладены в основу концепции безопасного проживания населения на забруженных территориях. Согласно этой концепции, на основе этой концепции были приняты два закона – закон о социальной защите и закон о правом режиме территории. В совокупности с государственной программой, которая раз в пять лет обновляется, это все в совокупности определяет политику государства в решении проблем, которые у нас возникли вследствие чернобыльских катастроф. Сегодня институт радиобиологии Национальной академии наук займается оценкой динамики поводенного радионуклида и прогнозирует радиоактивную ситуацию в зоне заражения. Але в яким бы на прамку не вялись и доследования, у основу за все доставятся здоровье и якось життя людей, які живут на забруженных территориях. Для того, как взвести до минимуму махчимость трапления радионуклида у живых организмов, на науковой базе института распрасывали минеральные удобрения для хлеба и биологичные добавки у корм живелам. Распрасывки института використовываются и в харчовой промысловости. Это детские творожные сырки под названием фунтишка. Они имеются в розничной продаже, содержат биологическую активную добавку карбасил, которая создана на основе топинамбура, кальция и других микроэлементов. У центра уваги науковцев института так само радиоэкология. Коли в зоне радиоактивного забручування гарать лясы отбывается выкид не только вуглекислого газу, але и радиоактивной сажи, яка разносится на сотни и тысячи километров. Такая ситуация представляет серьезную небезпеку дрогасного забручування радионуклидами, які утримлюваются у дравниния. Нами на сегодняшний день уже разработан программно-аппаратный комплекс. Это лицензионная комплективная программа, которая, в принципе, при наличии лесного пожара позволяет моделировать процесс переноса радионуклидов на новые территории. Доследование института радио-биологии знаходят потремку як с боку державы, так и за межой. У вересня 2015-го постановой президента национальной академии наук было вырешено открыть на этой науковой базе Международный центр минимизации радиоактивных рисков.